Ну что ж, еще раз, еще раз добрый день, уважаемые слушатели, мы продолжаем бизнес-канал на Финам-ФМ, время бизнес-класса. Сегодня замечательная тема, на мой взгляд, мы будем обсуждать с вами интернет-магазин как бизнес. И мой сегодняшний гость, я попрошу его, по крайней мере, может и какие-то секреты успешного бизнеса в интернете нам и раскроют. Тем более, что он человек в этом деле сведущий, как никто может быть другой, у него огромный опыт, я представляю. Сегодня в студии бизнес-класса Игорь Тарасенко, генеральный директор молоток.ру. Добрый день, Игорь. Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 6510-99, 6, код Москвы495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы моему гостю. Давайте начнем. Игорь, традиционный вопрос, как пришла идея, как жизнь так сложилась, что вы занялись электронной коммерцией. Ну и я напомню все-таки, молоток только ру, это, по-моему, первый опыт в России в 90-е годы появился. В конце 90-х годов появилась такая торговая площадка, она была сделана по аналогии с успешным на тот момент уже успешным проектом eBay в Соединенных Штатах. Ну и, соответственно, она копировала в некотором роде модель продажи товаров и покупки товаров на этой торговой площадке. Ну и, соответственно, вот уже больше 10 лет присутствует на рынке, занимает свою нишу. Я в проекте появился два с половиной года назад, скоро будет три года, и меня позвали. Наверное, понравился мой опыт. А опыт у вас был тоже электронной коммерции? Коммерции – да, а электронной – нет. Ну, то есть я… Чем вы занимались? Нет, я был коммерческим директором кабельного оператора «Акада» в Москве. Ну и, собственно говоря, здесь, наверное, очень много было моментов, когда я сталкивался именно с интернет-отраслью, безусловно. Ну, это учитывая то, что услуги «Акада» в том числе распространяются на проводной интернет, да? Ну, безусловно. То есть там широкополосный доступ и кабельное телевидение, собственно говоря. Эти вещи такие близкие, да, я так понимаю? Ну, провайдер и контент, собственно. Хорошо, хорошо. Ну, собственно, понятно, да, история, предыстория, точнее, вашего появления в этом бизнесе. Как сейчас выглядит электронная коммерция в России? Насколько популярен этот сегмент? Ну, это интересно, прежде всего, да, нашим слушателям с точки зрения того, есть ли смысл этим заниматься? Я думаю, что да, отвечая на ваш последний вопрос. Действительно, смысл есть. Здесь ровно потому, что эта отрасль одна из самых развивающихся. Темпы роста именно в электронной коммерции составляют сейчас по разным оценкам от 25 до 35 процентов в год. То есть такого роста практически нигде нет. И более этого Россия опережает западные страны. Если сравнивать с Соединенным Штатами, там 17 процентов в год рост, а Западная Европа 15 процентов. И только лишь страны БРИК растут вот такими темпами. Ну, кроме, пожалуй, что Бразилии, которые немножко отстают. Ну, если сравнивать, да, то мы понимаем прекрасно, о чем идет речь, собственно, почему цифры прироста в Штатах и Европе скромнее, чем в России. Ну, потому что они этим дольше занимаются. Ну, раньше начали, безусловно. Конечно, у нас эффект низкой базы, что называется, работает. А Бразилия, кстати, там другая какая-то ситуация? Нет, там оборот приблизительно такой же, как... Ну, то есть объем рынка приблизительно такой же, как в России. Это 13 миллиардов за 2013 год. Но темпы роста почему-то ниже. Вот, видимо, они тоже раньше начали и как-то, может быть, насытились. Безумными темпами растет Китай, догоняя Соединенных Штатов потихонечку. И вот Россия. То есть можно говорить о том, что с этой точки зрения Россия продолжает, да, быть неким лаковым куском таким, да? Абсолютно верно. И многие зарубежные инвесторы смотрят на Россию с интересом, хотя и, естественно, с опаской. Но интерес у них все время присутствует. Они вот думают, как бы сюда зайти и что бы здесь такое сделать, но время тянуто. Ну, это такой классический вариант, да? С одной стороны, интерес, он обещает, да, хороший куш, а с другой стороны, опаска, да? Ну, тут риски, понятно, и, естественно, связаны с нашей действительностью, с инфраструктурой. Тут много всяких проблем, которые препятствуют этому развитию. И смело можно предположить, что если бы этих проблем не было, инфраструктурных, ну, прежде всего, наверное, это логистика и не совсем развитая платежная инфраструктура, то этот рост был бы еще больше. То есть при условии того, что мы сейчас обогнали по проникновению широкополосного доступа в интернет, обогнали Германию и стали первыми в Европе по количеству пользователей доступа в интернет, можно предположить, что мы, конечно, не добираем, и в будущем, в будущем... В будущем наверняка доберем. Наберем, да. Наберем, да. Наберем, я понял. Очень интересная тема, значит, вот эти риски, да, ну, помимо инфраструктуры, еще чего опасается иностранец, посматривая на то, чтобы затеять бизнес в Российской Федерации, ну, вот, в частности, тот, о котором мы сегодня рассказывали. Ну, я изучал эту тему, и, в частности, многие исследования крупных зарубежных компаний просматривал, основной риск это логистика, ее отсутствие, это таможенное ограничение, ну, это скорее связано, конечно, с импортом, да, и платежная система. То есть у нас основной, если там сравнивать Европу и Россию, или США и Россию, то количество сделок, совершаемых по так называемой схеме cash and delivery, оно, ну, превалирует. То есть люди не платят кредитными кастами, не платят через интернет, не интернет-валюты, да, они платят руками курьеру, который не всегда, в общем, привезет то, что нужно. Да-да-да, иногда и не вовремя, да, иногда и не туда, где... Иногда и не курьер. Да-да, в интернете я видел такой крик души, что вот, я уж не помню, о каком интернет-магазине шла речь, что, значит, позвонил курьер, говорит, так, я вас жду, вот сейчас, вот здесь, вот, если вы не приедете, это курьер звонит клиенту, если вы не приедете, да, через 15 минут, все, я уезжаю, до свидания. Классика, да. Да-да, классика жанра российского, я так понимаю. Игорь, смотрите, ну, я понимаю, да, то есть проблемы, риски, связанные с таможней, наверное, для российского бизнесмена, да, они не очень актуальны. Не актуальны. Не актуальны совсем, да, и слава богу. А риски, связанные с отсутствием логистики, да, или каким-то образом, каким-то образом не слишком хорошо развитой логистики, они же ощущаются наверняка тоже? Ну, это, это сфера бизнеса, она тоже развивается, и поэтому это, скажем так, supplementary, дополнительный к интернет-отрасли, к отрасли интернет-торговли развиваются и вспомогательные сервисы, которые становятся крупными бизнесами. Логистические центры открываются новые, да, какие-то компании, которые позволяют альтернативно доставлять быстрее, может быть, даже иногда дешевле и корреспонденцию, и отправление почтовое, и посылки. Развитая сеть курьерских служб в Москве, да, это, безусловно, Москва, она в этом плане лидер. Но основная проблема, ну, это не проблема, это данность, большая страна, огромная, и чтобы доставить что-то куда-то, надо понимать, что если идет большое количество заказов, то нужны сортировочные центры, нужны пересылочные центры и так далее, и так далее. Все это инфраструктура, все это бьет по EBITDA, снижая EBITDA margin и отдаляя break-even проект далеко-далеко вперед. Поэтому именно этого боятся инвесторы, когда они хотят быстрой отдачи, возврата на инвестиции. Здесь этого не происходит в связи с этим. Разве что только быстрые, да, именно поэтому, то есть они не смотрят надолго, может быть, они хотят здесь и сейчас. Сейчас, ну, российский коллега, тем не менее, он же сразу это понимает, да, когда он затевает подобные мероприятия, он говорит, да, огромная страна Россия, да, все, что вы сказали, он, естественно, осознает, и тем не менее, он согласен. Ну, я считаю, что это всего лишь временное и на самом деле это большой стратегический шаг крупного иностранного игрока, который однозначно сюда зайдет со своей логистикой. Ну, мы точно знаем, например, что eBay уже зашел в Россию и собирается инвестировать сюда. Уверен, что и Amazon в каком-то виде здесь появится, поэтому дело времени. Ну, и помимо этого, сам российский бизнес развивается и, как я сказал, строятся новые центры, вот, вспомогательные бизнесы, они появляются, помогают. Кстати, конкуренции между российскими предпринимателями и американскими, так сказать, коллегами не чувствуют? Ее сейчас не существует. Ее не существует в принципе, да? Ну, есть конкуренция за потребителя, безусловно, да. Потребитель привык уже. Модный молодой человек, так называемый креативный класс, любит заказывать джинсы на eBay. Это мы уже понимаем. Причем джинсы ему везут из Штатов, да? Ну, не обязательно, ну да, везут из Штатов, конечно. Они здесь у него лежат на таможне два месяца, потом к нему приходят, он успешно возвращает себе деньги, поскольку это позволено. Ну, самый кайф, я так понимаю, для него, да, что он заказал через интернет, в eBay, ему привезли. Самый кайф, конечно, в том, что это дешевле в два раза. Согласен. Итак, Игорь, я прошу прощения, привьемся новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Игорь Тарасенко, генеральный директор молоток.ру. И тема нашего эфира – интернет-магазин как бизнес. Собственно, Игорь, да, чуть позже давайте мы поговорим о технологиях, позволяющих зарабатывать деньги в интернете. Но, тем не менее, первый мой вопрос сейчас в новой части эфира. Вот этот человек, потребитель, да, ну или основной потребитель, основной клиент, основной покупатель интернет-магазина. Еще раз, если можно, давайте нарисуем его облик такой. Это, как вы говорили, да, креативный класс тот самый. О зарубежных покупках, то, безусловно, это да. Если говорить о покупках у нас в России, в наших российских интернет-магазинах, тут обычный человек, и здесь социально-демографические показатели не сильно разнятся от общего среза по стране. И, конечно, даже вот в большей степени все это выравнивается за счет того, что более возрастная аудитория приходит в интернет постепенно с… Ну, все мы знаем, например, успех одноклассников, которые привлекли именно возрастную аудиторию, и тем самым насытили интернет новыми интересными людьми, которые раньше чурались интернет и считали, что это что-то такое страшное. В то же время аудитория интернета омолаживается, то есть все больше и больше молодых людей появляется в интернете, у них уже есть деньги, и они готовы делать покупки. Поэтому, в принципе, социально-демографическая картина не сильно отличается. Смотрите, ну, человек, который познакомился с интернетом и принял его, да, ну, вот как ваш пример с одноклассниками, он же не всегда автоматически становится потребителем интернет-магазина. Нет, конечно. Ну, сначала первая покупка, потом дальше, дальше. То есть одноклассники, с одной стороны, они сделали популярным интернет для возрастной категории, но, тем не менее, они не сделали популярным интернет-магазины. Ну, здесь как бы вопрос в том, что рождает спрос, да, что вот первично спрос или предложение. В случае с интернет-коммерцией во многом предложение родило спрос. То есть количество уникальных предложений, появляющихся в интернете, это не только товары, но это и авиабилеты, железнодорожные билеты, купоны, всем известные, да, скидочные, на которые как раз очень большая, так сказать, пошла большая аудитория женская. Вот именно это спровоцировало бурный рост электронной коммерции. То есть если 10 лет назад в основном люди шли на Яндекс.Маркет и искали себе телевизор, мобильный телефон, то теперь это и одежда, и обувь, и аксессуары, и даже ювелирные украшения скоро появятся. То есть здесь, наверное, это не так парадоксально, но тем не менее, да, как обычно, когда спрос раздает предложение, здесь немножко другая картинка. Ну, просто... Это в силу того, что это... В данном случае спрос, он есть всегда, да, на все. В интернете последовательно... Просто мы не думали, да, что этот спрос я могу удовлетворить посредством интернет-магазина. Конечно, конечно, что можно заказать железнодорожный или там авиабилет, посмотрев его в 10 разных местах, а не идти, как раньше мы ходили, называлось, в авиакассу. В авиакассу, более того, мы стояли в очереди, там, я прекрасно это помню. Давали вот этот вот страшный вам билет, а теперь можно раз, и пошел уже с электронным билетом с собой этот паспорт. Да, я соглашусь, и делать, опять-таки, я так понимаю, для большого количества аудитории не в том, что есть возможность выбора чуть дешевле, чуть дороже, хотя это важно, а в том, что технологически, да, я сижу дома, да, я открыл сайт, я кликнул на кнопочку, все, и оказывается, я уже купил билет. Боже мой, какая красота. Ну, и следует сказать, кстати, что этот сегмент электронной коммерции, он занимает чуть ли не 30% всего рынка, и он растет еще большими темпами. То есть билеты растут порядка 40% в год. Да, меня радует вот то, о чем вы говорите, цифры роста, да, достаточно серьезные, потрясают в какой-то момент, но мы говорили, что там, если взять ту же Америку или Европу, какой-то, да, через какое-то время рынок наедается, но он физически не может дорасти до бесконечности. Вот у нас вот этот потолок роста, он вообще близок, виден вот вам конкретно, вы его видите. Ну, сейчас мы можем удариться в макроэкономику, конечно, но я бы этого не делал. Хорошо, не будем. Я думаю, что предел еще не пройден, но, конечно же, очень много зависит от покупательской способности населения. И, безусловно, что электронные средства платежей должны так или иначе войти в повседневный быт каждого человека, а не присутствовать только лишь как кредитная карта или дебетовая карта, с которой мы снимаем зарплату в первый день получения и дальше тратить. Ну, смотрите, насколько я понимаю, платежные системы охотно бы внедрились в жизнь каждого россиянина. Они делают для этого тоже огромное количество. Все для этого делают. Совершенно верно. А что тормозит? Россиянин тормозит? Он говорит, я не хочу. Да? Денег мало у него, россиянин. Он эти деньги снимает и дальше потихонечку тратит. Они у него заканчиваются к середине месяца. Нет, ну хорошо, он их снимает. Он мог бы их не снимать и также потихонечку тратить их с помощью пластика, например. Ну, не везде можно пользоваться пластиком. Мы, если мы говорим о россиянине, то это не только москвич. Не только москвич и в Санкт-Петербурге, да. Если говорить о электронной коммерции, то это вообще уже не москвич. Серьезно? Серьезно. 40% занимает Москва, все остальное это регионы. Да вы что? И при этом Москва потихонечку теряет свою долю. Ну, она растет в абсолютных цифрах, безусловно. Просто относительные цифры прибавляются за счет регионов. Ну, и абсолютный тоже там рост существенно выше, чем Москва. Ну, опять эффект низкой базы, что называется. Там не было ничего. Сначала ранние последователи, ну, пирамида, да, IT-пирамида. Это, безусловно, так. И постепенно, конечно, электронные платежи будут приходить и туда, и в регионы. Ну, конечно, покупательская способность, она здесь, наверное, для меня на первом месте. Да, на первом месте. Ну, и вот в этом, в этой связи, да, вы и убоялись то, что мы сейчас уйдем в макроэкономику, потому что, конечно, перспектив с точки зрения покупательской, роста покупательской способности у нас в ближайшее время не обнаруживается. Ну, это тема не об электронной коммерции. Совсем нет. Я приведу простой пример. Вот у нас были большие майские праздники, и мы обратили внимание, что очень сильно просили продажи в мае, по сравнению даже с предыдущим годом. И я общался со своими украинскими коллегами, у которых такие же праздники по количеству приблизительно, и у них тут ровно такая же проблема. И мы обсуждали это, и пришли к выводу, что просто у людей закончились деньги. Просто закончились деньги. Просто закончились деньги. Они так хорошо отдохнули в мае, они куда съездили в отпуск, они там с друзьями куда-нибудь... Подождите, а в прошлом году они не ездили в мае? Меньше они были немножко. Тут вот как-то так скомпоновалось, и то же самое с январем, проседает январь. Ну, там, понятно, там сезонность, да. Ежегодный сезонность, понятно. Да, интересно. Ну, кстати, коммерсант, да, который занимается электронной коммерцией, он такие вещи должен учитывать? Ну, конечно, там специальные, скажем так, коммерческие предложения готовятся для этого. Если это можно контролировать и как-то на это влиять, то, конечно, это надо делать. Я понял. Хорошо, ну, собственно, в продолжении нашей темы, сейчас у нас небольшой перерыв, будет через несколько минут. Тем не менее, в продолжении нашей темы я хотел бы поговорить более детально уже о том, как выглядит интернет-магазин, именно как бизнес-структура некая. То есть, условно говоря, молодой или не очень человек решил заняться электронной коммерцией. Кстати, с точки зрения вложений, наверное, это и не самая плохая мысль. То есть, для этого не нужно некого большого первоначального капитала. Ну, в принципе, практически не. Зависит от того, что именно вы там будете продавать, да, если это физические товары, то, понятно, вам нужна закупка, вам нужен склад какой-то минимальный, вам нужна логистика. Единственное, на чем вы экономите, это на фронт-энде, то есть вы не делаете, не арендуете магазин, куда приходят люди, а платите за хостинг, провайдеру, за какой-то там свой сайт. То есть, в данном случае, вот этот вариант интернет-бутика, это просто отсутствие как бы оффлайной, оффлайновой точки продаж, правильно? Ну, безусловно, да. Ну, плюс нужно понимать, что если вы открываете интернет-магазин, то вам нужно там как-то привлечь потребителей, значит, вы будете тратить деньги на рекламу, на онлайн-рекламу, чтобы туда нагнать народ. Ну, то есть это... А в этом случае, кстати, тоже онлайн-реклама, она по затратам, да, отличается от оффлайнового варианта? Сложный вопрос, но вообще-то сейчас, скажем так, объем рынка интернет-рекламы сопоставим уже с оффлайновой, с телевизионной рекламой однозначно. Прервемся, потом продолжим. Ну, что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодняшняя тема интернет-магазин как бизнес. Мы обсуждаем ее с Игорем Тарасенко, генеральным директором молоток.ру. Я еще раз напомню, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Ну, что ж, Игорь, итак, к технологиям. Технологиям, значит, насколько я понимаю, да, размер первоначальных вложений зависит от того, что, да, что, собственно, я собираюсь предлагать моим будущим клиентам через интернет-магазин. А какие вообще варианты бывают, если это не товар, а что? Это могут быть купоны, услуги, может быть агрегация контента. То есть вы можете сделать агрегатор тех же купонов или тех же авиабилетов. Таких проектов достаточно много. То есть здесь нет вообще никаких взаимоотношений ни с контрагентами, как, например, у прямого поставщика билетов. Никаких взаимоотношений с авиакомпаниями не существует. Есть только агрегация контента и какие-то проценты небольшие, которые вы получаете в качестве комиссии за сделку. То же самое купонные сервисы, да, есть и агрегация. Но в любом случае нужно понимать, что вы будете привлекать на свой сайт каким-то образом трафик, то есть пользователей. Это деньги, и эти деньги хорошо считаются. Можно сказать, как они считаются? Ну, они считаются как некий коэффициент конверсии на сделку. В среднем по России в электронной коммерции принято считать, что в среднем по больнице, неправильно, конечно, но тем не менее, в среднем по больнице конверсия, то есть переход из состояния посетителей в состояние покупателей, составляет порядка 0,6%. То есть меньше 1%. Это совсем не много, это очень мало. Если сравнивать, например, с нашей торговой площадкой, то у нас намного больше, у нас порядка 7% конверсии. Но это тоже не идеал, я так понимаю, 7%. Но это на рынке таких примеров практически нет. То есть это очень скромнее. 7% это нормально. Это очень много. В среднем по рынку это 1-1,5% максимум. Ну, из этих цифр можно посчитать, сколько вам нужно посетителей, какой у вас средний чек будет, если вы торгуете, не знаю, электроникой, у вас средний чек в районе 15-10 тысяч рублей, но при этом маржинальность в электронике составляет не больше 2%. Если вы занимаетесь одеждой, то у вас маржинальность от 100 до 200, до 300 до бесконечности. То есть можно этим играться. Но конкуренция, понятное дело, тоже достаточно высокая с оффлайном прежде всего. Можно померить, где можно вернуть. Поэтому одежда у одежды свои барьеры. Я понял. Хорошо. Возвращаясь к началу нашего разговора, я рассказывал о том, что молоток.ру это один из старейших интернет-магазинов. И он не совсем магазин все-таки. Это не магазин, конечно, безусловно. Это торговая площадка, открытая для всех. То есть любой пользователь, любой посетитель имеет возможность зарегистрироваться как продавец или как покупатель. Что-то выставить на продажу, что-то купить. Найти на торговой площадке, договориться с продавцом о сделке и оплатить. Вот, собственно говоря, такова модель. Молоток в данном случае берет комиссию за сделку. В этом и есть бизнес. Ну, а если говорить опять о популярности, что более популярно в России и в принципе, если говорить о электронной коммерции, все-таки вот такой, можно так, если уже говорить, классический интернет-магазин, либо некий аукционный дом, аналог молоток. Ну, давайте проведу просто цифры. В России существует порядка 30 тысяч интернет-магазинов. Консолидация рынка порядка 8%. Это означает, что топ-10 самых крупнейших интернет-магазинов, включая нашу торговую площадку, занимает не больше 8% всего рынка. То есть огромное количество магазинов, очень большое вот такое распределение и выборы огромной, конкуренция, соответственно, огромное количество денег, вкладываемых в рекламу, очень большое. То есть порядка 60-70% всей рекламы, приобретаемой в интернете, контекстной рекламы, это реклама от интернет-магазинов. Это нужно понимать. То есть конкуренция растет. И если говорить о популярности, то понятно, что когда вы делаете поиск, а как покупать в интернете? Прежде всего через поиск. В Яндексе или в Гугл ищу микроволновую печь, я забиваю в поиски, и мне выдаются интернет-магазины, куда я иду, собственно говоря. То понятно, что по закону нормального распределения вам будет выдано огромное количество интернет-магазинов, среди которых вы будете выбирать. Поэтому модель какая-то, понятно, что наибольшей популярностью пользуются обычные интернет-магазины, не торговые площадки. Но у торговых площадок есть свои преимущества. Они могут, во-первых, объединять в себе все интернет-магазины, как это делаем мы, как это делает eBay, как это делают некоторые другие торговые площадки. То есть, грубо говоря, генерировать, агрегировать трафик на другие интернет-магазины. А также предоставлять уникальные услуги, то есть уникальные товарные предложения, которые недоступны для обычных интернет-магазинов. В силу того, что экономика немножко другая у торговой площадки, она никак не связана с логистикой. То есть логистикой занимается кто-то другой, но я привлекаю трафик. А вот эта оригинальная услуга или оригинальное предложение, оно исходит непосредственно от вас, как от продавца, да? Или вы договариваетесь с кем-то из своих торговых партнеров? Ну, для этого существует, да, штат категоричных менеджеров, коммерсанты, которые ищут интересные торговые предложения в России или за рубежом. Ну, например, электроника из Китая. Немногие русские люди могут себе способны приобрести что-то в Китае. Ну, просто это сложно. В Китае непосредственно? В Китайском интернет-магазине. Сейчас они, конечно, уже адаптируются потихонечку, но, там, условно, два года назад достаточно сложно было разобраться во всех предложениях, которые там существуют. И многие продавцы закупали оптом, или закупают сейчас оптом, или мелкими партиями электронику, и выставляют на торговых площадках, в частности, у нас. И здесь уже все понятно. Это описание на русском языке, качественные фотографии, и ты общаешься с русским человеком. Да, да, что важно, естественно. Я когда забил, предположим, в Гугле, в поиске микроволновки, он мне выдаст только российские предложения, или там могут быть и иностранцы? Ну, могут, если они часто посещаемые, конечно, могут. Но чаще всего, конечно, это российские, потому что, поскольку поиск построен по принципу объективной реальности, если часто посещается какое-то ресурс, то он и будет выдачен на первых местах. Вот, кстати, да, вот эта вот последовательность, да, одного, второго, третьего, это зависит от того, насколько часто посещают. Ну, конечно, безусловно. Это, честно, fair play поисковиков. Никто из поисковиков никогда не будет выдачу ставить проплаченные какие-то... Никто не будет. Да, да, есть в выдаче специальные блоки, где размещается контекстная реклама. То есть, что такое контекстная реклама? Когда вы что-то ищете, вам вместе с выдачей того, что вы искали, выдается реклама. Отдельно, да? Отдельно, в отдельных блоках. И вы всегда понимаете, что... Ну да, она немножко мимикрирует, конечно же, да, под обычный поиск. Но, тем не менее, вы всегда видите, что этот блок рекламы, этот блок рекламы, а дальше идет честная выдача. То есть, все поисковые запросы, они должны быть абсолютно честны. На этом и бизнес строится, собственно говоря, поисковиком. И вот, возвращаясь к этой идее, да, попасть в первые строчки, я могу только лишь, соответственно, что-то у себя в консерватории, да, подкрутив, чтобы меня чаще-чаще смотрели мой сайт, и именно тогда я смотрю. Ну, есть определенные правила. Это наука называется SEO, Search Engine, то есть поисковые запросы. И, соответственно, здесь есть определенные правила, как должен быть построен ваш сайт, какие слова должны быть написаны на сайте, какие заголовки. Опять, чтобы он зацепил того, кто даже случайно. Да, абсолютно, чтобы была правильная индексация вашего сайта, то есть, грубо говоря, обработка поисковиками вашего сайта в его поисковой системе и определение места в иерархии поисковой выдачи. Для этого ваш сайт должен быть построен определенным образом. Есть, соответственно, специалисты, на которых тоже придется потратиться. Их зовут сеошники. Сеошники. Да. Соответственно, есть очень много всяких интересных, нетривиальных, но абсолютно неправильных и черных схем, о которых я не буду говорить, потому что... А схемы в отношении чего? Работает в отношении поисковой выдачи. То есть, можно попасть там, накрутить себе, условно говоря, посещаемый сайт за счет всяких ботов и так называемого порно-трафика, попасть в топ выдачи, ну, посидеть там два дня и упасть опять куда-то. Потому что логично, да, что даже если человек опять увидел тебя на первом месте, за что он не заинтересовался тобой по причине, о которой мы говорили вы. Абсолютно. Должна быть так называемая аффинитивность запроса выдачи. Если ее нету, то человек уходит, и конверсии там никакой нет. Себе дороже, что называется? Себе дороже. Это просто обманывают, так сказать, умельцы обманывают, не затейливы их пользоваться. Да, да, да. А те вроде бы обрадовались, да, что оказывается вот так можно сделать. На первом месте, да. Но день прошел и нет. Я понял. Возвращаясь к технологиям, собственно, создания и существования интернет-магазинов, кто сотрудники интернет-магазина? Наверняка же они есть, или достаточно одному человеку, ну, наверное, обладая некими ресурсами, да, и материальными, и какими-то иными, достаточно ему одному всем этим делом управлять? Нет, одному. Ну, если он не объединяет в себе все необходимые качества, то, наверное, нет. Гипотетически может быть такой человек. Гипотетически, конечно, может. И такие примеры есть. Маленькие интернет-магазины, ну, совсем маленький день, небольшое количество предложений, или, там, авторская какая-то работа, то один человек может справиться. Есть более, есть ресурсы, где можно не заниматься созданием, когда нужно, можно не заниматься созданием сайтов, а просто вот прийти, и вам дадут готовый продукт. Готовый уже. Конечно. Это либо торговая площадка, ну, аналогичная наша, это не реклама, но тем не менее. Я понял. Интернет-магазин под ключ, недорого. Вы берете как бы в аренду его, платите там фи какой-то годовой, не знаю, ежемесячный, это зависит, и, соответственно, пользуетесь теми инструментами, которые уже преднастроены, созданы, и, в общем-то, средние для рынка. Ваша задача только красивых картинок там поставить и контактный телефон. Все, больше ничего не надо. То есть, в принципе, это настолько усредненно, что никакого личного участия, ну, в таком глобальном смысле, от меня не требуют. Практически да, практически да. Ваша задача — это наладить импорт ваших товаров в, собственно говоря, интерфейс. Это какой-то там XML-файл, который генерируется в вашем 1С, если вы пользуетесь, либо же просто Excel-табличка, которая загружается автоматически, ну, и, собственно говоря, все. Контактный телефон, вам звонят, едете, отдаете. Вот он бизнес. Вот он бизнес. Вот этот вариант с готовыми, что называется, интернет-ресурсами, он проще гораздо, он менее затратный. Гораздо проще, менее затратный, но он, конечно, не позволяет вам быть гибким. То есть, если что-то нужно переделать, доделать, кнопку поставить в другое место, добавить дополнительные какие-то кнопки. Хотя ведь специалисты кнопку туда поставили, они считают, что она там будет полезнее. Болезнее, но каждый бизнесмен, он же, так сказать, знает. Да, да. Где должна быть кнопка, Где должна быть кнопка. Я согласен. Игорь, спасибо огромное. Еще раз мы прервемся, у нас новости на Финам.фм, слушаем новости, а потом продолжим наши. Ну что же, друзья мои, продолжаем эфир. Последняя его часть, к сожалению, осталось у нас 10 минуточек всего лишь, но, тем не менее, я думаю, мы их проведем с вами с пользой, как всегда. Я напомню, сегодня тема бизнес-класса интернет-магазин как бизнес, и в гостях у меня Игорь Тарасенко, генеральный директор молоток.ру. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы495, сайт компании финам.фм. Что ж, продолжим эфир, Игорь, ну, за эфиром мы так превью такое сделали, да, но для наших слушателей это будет в первый раз популярное ныне и слово, и дело под названием стартап. Вот многие интернет-магазин, да и не только интернет-магазин, наверное, в этом контексте можно рассматривать и с этой точки зрения вот ваше личное отношение к всему мероприятию под названием стартап, ну и если можно охарактеризовать, насколько активно они развиваются в России. Ну, для начала нужно определиться с понятиями, что такое стартап. в моем представлении и я себе представляю стартап как некий инновационный продукт, то есть то, чего не было на рынке никогда раньше, появилось и стало дико популярным, это либо продали, либо оно заработало много денег. Вот это стартап, и в этом виде эта идеология, эта философия постулируется в Силиконовой долине, да, и успешно развивается, безусловно, там огромное количество проектов. То есть стартап-инновация это синонимы по сути? В моем представлении да, но, однако же, в представлении многих участников рынка, именно российского рынка, во многом российского рынка, стартап это любое новое начинание в интернете. И зачастую это просто клоны зарубежных проектов. И 99% это клонирование того, что уже было изобретено. И я это стартапам никак не могу назвать. Ну, смотрите, я прошу прощения, с одной стороны, клоны зарубежных проектов, это не всегда ведь плохо, правильно? Это отлично. Это шикарно. Многие вещи в России... Адаптация бизнеса, адаптация идей, решений, но это не инновация, это просто привнесение зарубежного опыта на российскую действительность, адаптация его, и, так сказать, получение прибыли. Здесь просто проблема формулировки, да? То есть не надо это обзывать стартапом, потому что у него есть другая более... Да. И требования намного жестче должны быть к таким проектам, поскольку они уже обкатаны, они уже имеют бизнес-модель, понятная система монетизации этого проекта, того или иного проекта. То есть ничего не надо сочинять, выдумывать. Абсолютно. К таким вещам нужно относиться ровно как к обычному бизнесу. Как я сказал, как к открытию автомойки. Есть дедлайны, есть инвестиции, есть сроки по возврату на инвестиции, есть план по брейки. Давно просчитано уже, да? Огромное количество. И когда ребята говорят, окей, мы там сейчас посев, нам первый посев, второй посев, нам что-нибудь там, каворкинг и еще что-нибудь, да? Да, да, да. Модно все тоже. То нужно сказать, нет, ребята, у вас есть деньги, мы вам деньги дали, пожалуйста. Работайте. Да, через год отбейтесь. К таким проектам, если, да, действительно, там инвестор видит, что такие проекты успешны на рынке за рубежом, то отношение к ним в российской действительности должно быть ровно таким. А если говорить об инновациях, здесь все, все вот эти вот модные слова, они, конечно, работают и все это правильно, и это нужно развивать. И, безусловно, количество людей с идеями, но без денег, оно в России огромное. Количество людей с мозгами и с деньгами в России тоже большое. Вот они здесь встречаются, вот на фоне этого модного слова стартап, и появляется что-то новое. И я лично в это верю. Безусловно, Россия очень умная страна. Я в это очень верю и надеюсь. Но я очень боюсь тех рисков, которые возникают в связи с тем, что многие начинающие бизнесмены или даже инвесторы забывают о бизнесе и начинают увлекаться модными трендами. И, словом, стартап, они могут в таких ситуациях попытаться обосновать и объяснить, почему не получается, почему мы не смогли сделать на этой неделе или там обзвонить 20 человек вместо трех или вместо 20, вместо 30. В общем, почему не получается нарисовать что-то. Вам наверняка это знакомо в том плане, что, как вы думаете, это тенденция такая, вот эта попытка оправдать свою, ну, если не никчемность, то, по крайней мере, несостоятельность, да, в какой-то момент вот этими заморскими словами. Это тенденция такая или просто это какая-то локальная слабость? Ну, давайте говорить честно, стартап, философия стартапа это уже социальное явление. Поэтому, да, многие люди... Ну, смотрите, социальное явление, философия стартапа, она зародилась в Штатах, естественно, там это может уже быть действительно социальным явлением. Здесь сейчас пока это приживается. Стало ли здесь это социальным явлением? Да, в интернет-среде, безусловно, конечно. Безусловно, да. Ну, а вы сами-то как видите, да, развитие вот этих стартапов в России? Будут это прогрессировать? Прогрессировать? Только прогрессировать, безусловно. Я считаю, что это... Или вот это вот... Сейчас мы набиваем шишки, да, и как раз вот те проекты, которые недостаточно скрупулезно относятся к самим себе как бизнесу начинающему, они, конечно же, могут только на стадии идеи остаться. Поэтому вот эти вот шишки, они временно... Ну, это нормально, на самом деле. Да, конечно. Это нормально. Для того, чтобы что-то получилось, действительно нужно сначала огромное количество шишек набить. А в сфере интернет-коммуникации, ну, то есть вот в призме нашего разговора, стартапов вообще много? Или какие-то примеры можете привести? Что происходит? Ну, понятно, что, да, если вы опять с такой высокой позицией, да, посмотрим на стартап, все-таки стартап это тире инновация, интернет-коммерция уже вещь такая опробанная, может быть, даже в известном степени приземленная, да, ее тоже можно уже просчитать, и многие это сделали. Вот, пожалуйста, заводи, покупай ресурс, да, заводи туда табличку из Excel и начинай зарабатывать деньги, если уж у тебя получится. А инноваций много в этой сфере? Если говорить о коммерции, об электронной коммерции нет. Уже нет. Здесь нет инноваций. Здесь скорее доведение модели до идеала, это прежде всего в области логистики, конечно же. А идеал есть вообще в этом смысле? Ну, есть примеры зарубежные, да. Есть и Амазон, который самый гигант, самый большой. Есть и Бэй, Асос, и так далее. Ну, смотрите, вот его гигантомания амазоновская, да, она говорит именно о том, что он близок к идеалу, ну, если не идеал, да, потому что именно рост в конечном итоге, да, говорит о успешности проекта. Конечно. Конечно. Ну, а в России? Ну, в России, в моем представлении, будущее за консолидацией рынка, это за большими сделками, объективно для этого рынка, который сейчас очень рассредоточен. Много маленьких денег везде бежит, соответственно, их нужно собрать, и вот процесс консолидации начался, уже мы точно знаем и увидим, что эти процессы идут. Последние сделки с Ландой, Авито, Сапата и Азон, это подтверждают. То есть можно говорить, что на российском рынке выделяется ряд, какой-то ряд крупных игроков, и в конечном итоге, там, через пару-тройку лет, именно они будут на этом рынке править бал. — Да, абсолютно, если не зайдет кто-то третий из-за рубежа и зальет сюда миллионы долларов. — Тем более возможность такая у этого третьего есть. — Безусловно. — И тогда сильно, да, так сказать, что называется, соотношение сил может... — Ну, просто конкуренция будет выше, еще больше денег будет у тех, кто делает рекламу. — Они, я думаю, да, с удовольствием к этому бы отнеслись, конечно. — Еще очень интересно, ваше мнение, вот мы, собственно, эту тему пытались уже озвучить, соотношение сил, ну, как правило, да, мы говорим о интернете, мы говорим о каких-то технологических прорывах, а может быть и просто развитии технологий, и сравниваем Россию, ну, давайте так, столицу и всю оставшуюся Русь. Мы сравниваем. Вот здесь есть, сейчас пока вновь, да, возвращаясь к этому, остается отличие, отличие, да? — Ну, в чем? — В соцдеме, в... — В технологиях. — Нет никаких отличий. Ну, то есть, понятно, что большинство интернет-магазинов находятся в Москве и Питере. — Несмотря на то, что их аудитория может быть далека за... — Аудитория уже находится не в Москве. Ну, то есть, 40% покупок совершаются москвичами и жителями Московской области. 60% покупок совершаются всеми остальными регионами. При этом Питер — это 15%. — Всего лишь? — Всего лишь, да. То есть... — Вот такое соотношение. — Почти половина покупок от регионов. — А, кстати, вот такая картина, аналогично, что я ориентиру... Ну, создавая интернет-ресурсы, интернет-магазин, да, я буду ориентироваться на регионы России, но при этом этот магазин появится в Москве у меня. — Ну, это нормально, просто логистика из Москвы легче, чем из регионов. — Это по сравнению, да, что мы, я не знаю, там, условно, из Питера во Владивосток летаем, да, из Магадана во Владивосток летаем через Москву. — Абсолютно, да. — Так что-то. — То есть доставить из Новосибирска в Сыктывкар сложнее, чем из Москвы в Сыктывкар. — И опять надо вспоминать о том, да, что проблемы с логистикой, да, они сейчас еще актуальны для российского рынка, да, и, соответственно, будут каким-то образом, по крайней мере, это надежда такая есть. — Ну, это тоже вот для начинающих бизнесменов это очень интересная тема, здесь тоже можно поработать. — Именно в логистике, да, конечно. — Поскольку растет рынок интернет-коммерции 30% в год, то надо успевать и за ним тоже. — Я понял. Хорошо. Ну и последнее, да, собственно, мы обсудили с вами вот этот вопрос, кто эти люди, которые являются сотрудниками интернет-магазина. Я так понимаю, что вот маленький интернет-магазин может поднять один человек, да, а если все же у него, значит, взгляды более широкие на эти вещи, то он привлекает профессионалов, либо покупать ресурсы. — Ну, должны быть разработчики, дизайнеры, маркетологи. — Ну, лучше всего, вот как с точки зрения, да, открытия интернет-магазина, обратиться к готовому ресурсу и в этом смысле тоже, да, обратиться уже к компании, которая профессионально занимается маркетингом. — Смотря на какой объем вы рассчитываетесь. То есть, если вы всерьез и надолго, да, собираетесь заходить, то, конечно же, лучше делать все с самому и с нуля. Если же вы хотите просто попробовать, у вас есть какой-то уникальный товар, например, ну, я не знаю, вы шьете сумки авторские, ну, зачем вам заниматься созданием интернет-магазина своего, там, хостинг какой-то и так далее. Вы идете, ищите готовое решение, пробуете, пытаетесь. Это же обычный интернет-сайт получается, это обычный интернет-магазин, покупаете рекламу, нагоняете туда трафик и экспериментируете. Здесь вы не вкладываетесь вот в фронт-энд, в разработку, никак практически. Это экономит ваши деньги. Но если вы точно знаете, что ваш бизнес, он будет строиться не только из авторских вещей, а из чего-то глобального, нужно делать самому. А компромиссный вариант невозможен? Смотрите, я привлек уже имеющиеся ресурсы, попробовал, у меня получилось, и потом у меня, естественно, планов громадье, я решил развиваться. И тогда что нужно делать? Уже имеющиеся перестраивать или сказать, ну, давай теперь я попробую сам? Не, ну, на объемах, конечно, лучше самому уже все делать. В любом случае, да? Да, ну, естественно. Я понял. Хорошо, огромное спасибо, Игорь. Значит, время наше, к сожалению, заканчивается. Уважаемые слушатели, я еще раз напомню, мы сегодня обсуждали тему интернет-магазина как бизнеса, и, в принципе, поговорили о том, может ли современный человек преуспеть в открытии своего интернет-магазина, как правильнее, да, собственно, создавать все с нуля, в какой момент это правильнее, создавать все с нуля или прийти уже на готовую инфраструктуру. Сегодня у меня в гостях был Игорь Тарасенко, генеральный директор молоток.ру. Спасибо еще раз. Огромное, Игорь, да, ну, я с отрадой еще раз услышал, в этой отрасли, в этой сфере у нас тоже хорошие перспективы, я имею в виду российской действительности. Вам, уважаемые слушатели, спасибо огромное за внимание, как всегда, мы прощаемся до завтра, успехов в бизнесе, до свидания.